Муслим был очень домашний. Никому, наверное, этого было бы и в голову не пришло бы, так сказать. Если они его воображении своём представляют, они представляют всегда человек, который своей энергетикой зал любой берёт. Любой. Говорю в настоящем времени, потому что для меня это так и есть до сих пор. Вот, поэтому, когда к нам приходили в гости, они первое время очень друзья или просто кого-то привели, друзья своих друзей, они сначала очень рабели, потому что он всё-таки в головах многих-то был. А когда они оказывались с ним, ну, к примеру, за столом, когда они напитывались энергетикой нашего дома, а потом Муслим сам без всяких просьб садился за рояль и продолжал вечер уже у рояля, тогда всё становилось на свои места. И когда гости, придя, допустим, к 7 или к 8 часам вечера, как полагалось, да, расходились половина третьего, он выходил с детским лицом, говорит, ну, чего так мало посидели, не уходите. И всем это вообще вот эта вот интонация детская, его обидели, как ребёнку, что уходит так рано, полтреть рано. Удивлять, вот, наверное, можно у него поучиться. Он был очень внимательный человек. Если с ним разговариваешь, не дай бог где-то скажут, я так хотела бы этого, но он не реагировал. Но через два, через три дня это появлялось дома. И в самый неожиданный момент, ты знаешь, вот я, ты что-то говорил, да, посмотри, вот так. Он, стесняясь, это делал. Без парада нашей кулисы, это наша входная дверь. Открывается, и ты входишь в нашу жизнь. Что написал композитор, что нарисовал художник, что-то исполнил своим теплом, своим дарованием, своей энергетикой. Вот это всё было, видимо, в доме. Он всегда был чем-то занят. Когда появились первые так называемые гаджеты, когда я записывала все телефоны, значит, блокнотик и телефонную книжку, у него уже было три варианта. Потом появился интернет. И вот он был один из первых пионер. Пионер, в общем, в его, так сказать, уже не юном возрасте, прямо скажем, он его сразу освоил. У него сразу появился сайт. У него сразу появился, конечно, определенный круг, которые хотели бы с ним пообщаться и не верили, что он сам сидит за компьютером и отвечает им. Самое интересное, что меня поразило больше всего, того, что он фотошоп освоил и показывал мне. Но поскольку он художник, по, так сказать, подарованию, он всё это и применил, помогая там, так сказать, некоторым чертам лица, придумывая какие-то костюмы на лицо. То, что сейчас это естественно всё. А это было когда, я извиняюсь, 20 лет назад, на общий взгляд, на общепринятый взгляд, он успел много. Но мне казалось, что он смог бы ещё очень много сделать, потому что ему столько боженько подарил талантов, начиная с его волшебного голоса, с его потрясающей души, с его талантами, с красивыми руками, которыми он играл на рояле, понимаете? И это всё отсюда шло, до пальцев доходило, и в звуках. Он, кстати, пел такую песню. Не будет, не будет, не будет тебя, не будет и даже похожей. Вот сейчас мне это пришло в связи с этим словом, ассоциативная память сработала. Такого человека я больше никогда не встречу. Вот это я неправильно сказала, что я никогда не встречала, я имела в виду, что такого человека я такого не встречала, на него даже похожего. Субтитры создавал DimaTorzok